Дыхательная система объединяет органы, которые выполняют воздухоносную и дыхательную функции. Заболевания дыхательной системы у людей встречаются часто. Численность пациентов резко возрастает в осенне-зимний период. Возникновению и развитию воспалительных процессов дыхательной системы способствуют попаданию возбудителей, вирусов, бактерий, грибов на слизистую оболочку дыхательных путей и воздействии неблагоприятных внешних факторов. Повышенная влажность воздуха, перепады температуры, запыленность, загазованность. При заболевании дыхательной системы характерными симптомами являются кашель, выделение мокроты, одышка и удушье. Неспецифическими симптомами могут быть головная боль, затрудненное носовое дыхание, гнойное или слизистое выделение из носовой полости, повышенная температура. Заболевания дыхательной системы в зависимости от локализации процесса могут иметь разную клиническую картину. Острый бронхит. Воспаление слизистой оболочки бронхов, бронхиол. Этиология. Причиной развития этого заболевания могут быть вирусы, бактерии. Предрасполагающими факторами являются курение, алкоголь, наличие инфекции в носоглотке, а также нарушение носового дыхания. Симптомы. Сухой приступообразный кашель, который через несколько дней переходит во влажный, повышение температуры, головная боль, слабость, потливость. При оказании помощи необходимо обеспечить пациенту вызов врача постельный режим, обильным питьем, морсы, компоты, соки, фито-чаи для разжижения мокроты, теплое щелочное питье, молоко с питьевой содой или с боржоми. При высокой температуре и при одышке принять возвышенное положение, доступ свежего воздуха, расстегнуть стесняющую одежду. При выраженной одышке применяют по назначению врача ингаляционные бронхолитики. Особенности ухода за пациентами. При уходе за пациентами необходимо иметь лекарственные препараты, разжижающие, отхаркивающие, жаропонижающие и при необходимости антибиотики. В помещении поддерживать соответствующий санитарно-гигиенический режим, проветривать помещение, увлажнять воздух, регулярно производить влажную уборку. Рекомендуется пройти курс физиотерапии, ингаляции, дыхательная гимнастика. При бронхите необходимо полностью отказаться от курения. Табачный дым является провоцирующим фактором сухого кашля. Пневмония – это острый инфекционно-воспалительный процесс в легочной ткани. Этиология. Причиной пневмонии обычно являются бактериальные возбудители, реже – вирусные инфекции. Способствующими пневмонии факторами являются переохлаждение, резкие перепады температуры, злоупотребление алкоголем, пожилой возраст и сопутствующие хронические заболевания. Симптомы. Очаговая пневмония – начало заболевания постепенное, часто на фоне предшествующих острых респираторных заболеваний. Острого бронхита, гриппа. Выражены явления интенсикации, общая слабость, потливость, повышение температуры тела до 39 градусов, озноб, снижение аппетита, головная боль, беспокоят кашли с гнойной мокротой. Могут быть боли у грудной клетки и одышка, долевая пневмония. Начинается остро, внезапно, со зноба, проливного пота, с повышения температуры до 40 градусов, чувство ломоты в теле, слабости, головной боли, кашель вначале сухой, а потом со слизистой гнойной мокротой. Выражена одышка в грудной клетке. Особенностью ухода за пациентами. Вызвать врача на дом, проветрить помещение, дать жаропонижающее и антибактериальное средство, постельный режим и калорийное питание, обильное питье для удаления токсинов, смена положения тела пациента, не позволяющая развитию застойным явлением, дыхательная гимнастика, массаж. Бронхиальная астма. Так и с факторами окружающей среды. Приступ астмы может быть вызван аллергенами. Это пыль, шерсть животных, продукты питания, клещи, споры, вирусными и бактериальными инфекциями, гриппом, бронхидом, табачным дымом, спреями, духами, лекарственными средствами, стрессами, страхами, волнениями, интенсивной физической нагрузкой, особенно в холодных помещениях. Симптомы. Затрудненное дыхание, одышка, приступы удушья. Удушья начинается, как правило, внезапно, чаще ночью. Пациент мучительно ощущает недостаток воздуха. Дыхание замедлено. Восемь-двенадцать раз в минуту. Вдох короткий, выдох затруднен и удлинен. Сопровождается хрипами. Первая помощь. Во время приступа пациента необходимо успокоить и использовать ингалятор. Особенности ухода за пациентами. При оказании первой помощи, при приступе бронхиальной астмы, устранить провокатор, обеспечить приток свежего воздуха, придать пациенту положение полусидя, расстегнуть стесняющую одежду, принять противогистаминный препарат. Для улучшения самочувствия пациента применяют дыхательную гимнастику. Профилактика заболеваний органов дыхания. Гипоаллергенная диета. Воздух в комнате должен быть чистым, свежим и увлажненным. Для увлажнения воздуха используйте специальные приборы. Уборку квартиры производить без средств бытовой химии. Укрепляйте иммунитет. Для самостоятельного изучения учебного материала обратитесь к учебному пособию, параграф 39, страница 162-106.